Доброе утро! Сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, в горах местами плюс 5, плюс 10. Днем плюс 23, плюс 28, в горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 26, плюс 28 градусов. Библиотека, зал хореографии, различные кружки откроются скоро для любителей книг и тех детей, которые хотят заниматься творчеством. ООО «Строинвест» завершат реконструкцию Дома культуры села Садово по нацпроекту «Культура». Ход строительства объекта посмотрели депутаты Народного собрания республики. Алла Динаева подробнее. Дом культуры села Садово получил новое дыхание. Его почти заново отстроили. Когда проводили демонтажные работы, от старого ДК оставили только стены. Крышу перекрыли заново, установили новые окна и внутри обновили все и провели отопление. А сейчас ведутся облицовочные работы, электромонтажные и не только. Строители спешат завершить реконструкцию объекта в срок. А это обновленный просторный зал ДК. И здесь многое уже сделано. «Не остаются, да, у нас?» «Ну, сказали оставить, может быть, да. А это старые?» «Это вот мы в прошлом году когда приезжали, он прям просил обратить внимание, потому что, чтобы в дальнейшем можно было экрану, либо по кинопроекту, либо еще по какому-кому». «Оставьте, они нам пригодятся». И на втором этаже ДК тоже большую часть строительных работ завершили. Уже установили и новые двери, остались отделочные работы. Депутаты Народного собрания провели мониторинг хода строительства Дома культуры в селе Садово и Адыгхабльского района. И это не первый визит парламентариев на этот объект с начала его реконструкции. «Первый раз мы ровно год назад приходили. Потом мы постоянно мониторим, приходим. И по сравнению с первым разом, естественно, тут очень много сделали. Уже сегодня приятно ходить и видно, что объект уже скоро будет сдан». А еще по проекту реконструкции Дома культуры строители пристроили к старому зданию и новый зал хореографии площадью 170 квадратных метров. «Если да, наш ДК не функционировал, мы рады, что у нас будет свой ДК. И с Нового года у нас будет открытие. И все наши мероприятия будут проводиться там». До конца года и того дня, когда современный просторный Дом культуры распахнет свои двери, жителям этого населенного пункта осталось ждать совсем немного. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Садовая. «Быть добру» – книга с таким добрым названием увидела свет. Это седьмая книга известной поэтессы и литератора Дины Мамчуевой. Дина Троилиевна в представлении не нуждается. Каждая ее книга – это подарок читателю. В книгу «Быть добру» автор собрала труды последних лет. И сейчас в нашей студии «Мастер слова» расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о создании произведений, вошедших в новую книгу. Доброе утро всем. Доброе утро, Дина Троилиевна. Очень рада вас видеть у нас в гостях. И, конечно, сразу хочу поздравить вас с таким прекрасным событием, как выход вашей уже седьмой книги, которая называется «Быть добру». Все мы знаем, что вы творите много, много лет уже добро. Пишите прекрасные стихи, прекрасные пьесы. Насколько я понимаю, эта книга – это стихи последних лет и пьесы, которые ставил Карачаевский театр. И все мы знаем, что вам подвластны все литературные жанры. Хотелось бы подробности об этой книге узнать. В книгу «Быть добру» вошла пьеса «Волшебный напиток Карачая» и стихи, которые написаны на русском языке. Во второй части книги поместились трагедия Акпича и Рамазан и стихи, написанные на карачаевском языке. Действительно, они написаны в последние годы. И все-таки, мне кажется, ядро книги составляют драматические произведения, ибо главные герои этих произведений готовы жертвовать собственными интересами во благо общества. «Волшебный напиток Карачая» начинается с пролога, который раскрывает потаенный лейтмотив пьесы. «Лишь помни о том, как на белых конях мы скакали с тобой по весне, превыше всего возносили свой долг и любили друг друга во сне». Здесь описывается известная история, которая имела место в начале 20-го столетия. Подающая надежды московская красавица Ирина Сахарова приезжает в Карачай, чтобы раздобыть рецепт изготовления кефира. Ее ждет долгий и трудный путь. Но она достигает своей цели, и это неудивительно, ведь в народе не зря говорят, что хочет женщина, того хочет Бог. Оба драматических произведения успешно поставлены Карачаевским драматическим театром. Насколько я знаю, одно из вот этих произведений вошло в антологию, которая вышла в Москве. Через где-то семь месяцев после того, как вышла в свет эта книга, выходит в Москве антология драматургии народов России. Волшебный напиток Карачая, пьеса эта, включена в этот сборник. Мне отрадно отметить, что в это солидное издание вошли произведения, к счастью, и других авторов Карачаева Черкесии. Альберта Узденова, Иссы Капаева, Ларисы Шибзуховой, Мухаддина Дагужиева, Юрия Шидова и Зураба Бимурзова. Наша республика представлена весьма красиво. Перейду к стихам. Хочу прочитать одно небольшое стихотворение. Пока голубая Кубань на Эльбрус не взберется, Пока с облаков не посыплется дождь золотой, Пока до звезды серпом луна не коснется, А вместо радуги конь вдруг поскачет лихой. И вырастет дерево так, что Венеру достанет вершиной, И звери в одежде пойдут межлюдей шеголять. А стадо овец полетит, полетит, словно клин журавлиной, Младенец из люльки орла сумеет поймать. Пока сатанай из глубин веков не вернется, Пока Эрюзмек скажет веское слово свое, Пока мой прапрадед с ружьем На добычу опять соберется, А у столетней бабули Младенец жизнь обретет. Пока на солнце Ласточки гнезда не свили, Пока с Эльбруса Мед ручьем потечет, Пока не с востока, А с запада Солнце К нам не явилось, Живи и славься, Мой шедрый и добрый народ. Со временем человек приобретает Бесценные знания. Зачастую они являются сводом Его собственных наблюдений И размышлений. Скажу предельно просто. Я глубоко убеждена в том, Что со дня сотворения человека Реально на земле живут только два народа. Это хорошие люди и плохие. Это созидатели и разрушители. И все хорошие люди Это представители Одной великой национальности. И все плохие люди Тоже лица Одного Несчастного народа. Мой народ Это тот народ, Имя которого Хорошие люди. Этот народ добрый, Шедрый, Мудрый, Он прекрасный. И пусть этот народ По праву заполонит Карачаево-Черкесию, Россию И всю нашу Израненную планету. Это моя мечта. Дина, скажите, пожалуйста, Вам важно мнение Вашего читателя? Выход в свет Каждой книги Для автора Это событие. Значит, Какие-то Его замыслы, Идеи, Чувства Нашли путевку в жизнь. В книгу вошла часть Его души, Часть Его самого. Автор как бы начинает Жить незримо В своих произведениях. Но это ни в коем случае Нежелание Завоевать известность Или Славу. Это было бы слишком Примитивно, Меркантильно. Боже, упаси от этого! Я действительно Далека от этих мыслей. Мне достаточно Одного. Если, Прочитав мою книгу, Хотя бы один человек Станет Чуть Лучше, Чище И добрее, Значит, Я работала не зря. Это Плата За мою книгу. Ведь на земле Всякий труд Должен быть Оплачиваемым. И такая Плата Меня Вполне Устраивает. Спасибо вам огромное. Я верю, что Именно ваши мечты Человека, Который Дарит добро Всем Обязательно Исполнятся Творческих успехов. Спасибо, что Были гости Нашей программы. Спасибо вам. История в каждом завитке Классика адыгского Национального костюма В персональной выставке Художника-модельера Мадины Хацуковой Представлена в картинной Галереи Республиканской столицы С эстетикой Свадебных нарядов Юных горянок Познакомилась Фатима Даурова И заодно узнала Какой сакральный смысл Таится в золотых Орнаментах Шикарных нарядов Выставка Художника-модельера И по совместительству Златашвейки Мадины Хацуковой Фаша-мигуаша-жагумигупса Посвящена Адыгскому Национальному костюму Выполненному В лучших традициях Адыгского шития В соответствии С эстетическими Канонами черкесов Замысел мастера Представить публике Самый важный наряд В жизни девушки Свадебное платье Символ перехода В новую жизнь В подборе материала В выборе орнамента Декорации Изысканного облачения И шитье Зачастую Невесты Сами принимали участие История каждого платья Уникальна У этого галуна Вот галун Которым обшито платье Марина тоже его плела сама Но не одна А вместе со своим Будущим супругом Они плели вместе Потому что На изготовление галуна Уходит очень много времени Она не успевала одна И это физически тяжело И поэтому ее будущий Супруг Ей помогал В платье Невесты Такая вот История У этого платья В старину Каждая юная Черкешинка Готовила свое Свадебное платье Своими руками С пяти лет Начиналось Постижение Искусство Создания Адыгского костюма Стежок за стежком Год за годом Рукодельницы Шли к главному Событию Своей жизни К свадьбе На которой Наряда Дыгафаша Символизировал Незыблемость Традиционных устоев Архаичный орнамент Адыгская Знаковая Система рисунков Имели Сакральный смысл История В каждом завитке Руки Это символ Женского начала Я думаю Что именно поэтому Самый большой знак Делался Именно на рукавнике И он еще Служил и оберегом И если мы Разложим Этот орнамент Этот знак На составляющие То мы Увидим Праматерь Голова Руки Материнская грудь Материнское молоко Ноги И рождение То есть Вот на рукавнике Изображена Праматерь Это то Для чего Женщина приходит На этот свет Жить Да На землю То для чего Она предназначена Заботится О своей семье О своем роде Рожать детей У каждой Мастерицы Черкесского костюма Свой почерк И стиль Которые Отражают Характер Автора Руку Мадины Хацуковой Узнают Сразу Все ценители Классической Эстетики Черкесской Национальной Одежды В мастерской Мадины Хацуковой Были сшиты Сценические Костюмы Таких известных Хореографических Коллективов Как Кабардинка Ингушетия И Войнах Мадина Хацукова Шьет свадебные Наряды Для невест Горянок Разных Национальностей Каждая деталь Продумана Автором До мелочей Придерживаясь Основных Эстетических Норм Восприятия Костюма Автор В некоторых Работах Позволяет Себе И современные Мотивы В декоре Очень надеюсь Что Выставка Здесь будет До 26 Августа Что сюда Придут Девочки Придут Девочки Увидят Эти костюмы Вот И возможно Посоревнуются С самой Сатаней Гуашей Искусницей Из искусниц Которая Смогла Умолить Солнце Остаться На небосклоне Пока Она Не сошлет Свое Платье И Не Оденет Фатима Дорова Марина Кушпова Алибастана Вести Карачаева Черкесия Вслед за Жаркими Деньками Наступили Дождливые Затапливают Некоторые Курортные Поселки Черноморского Побережья Как провести Оставшиеся Две недели Августа И поменялись Ли планы Жители Карачаева Черкесии Из-за Непогоды Мы узнавали На улицах Черкесска Оно Много Чего Испортило Погода Я хотела Гулять Купаться Отдыхать Но Из-за дождей Поднялась вода Она грязная И нет вариантов Купаться Мы вообще Куда уехали Планировали Ну Планировали Но скорее всего Эти планы Испортил Коронавирус Эпидемия Карантин И так далее Планы на лето Хотелось бы съездить На море Ну вот сейчас Очень много дождей Наоборот Курорт заходить Это как не зима Ваши планы Ну конечно Следим за Новостями Да Конечно Повлияли Дожди идут Никуда не выйдешь На курортах Вообще Все топит А вообще Планировали До начала Эти дождей Ну Пока нет Как раз таки Отпуск с августа Надеюсь Что погода Улучшится Много урожая Погибло Не будет Большого урожая Картошка Погниет Поэтому Сейчас И продают Ее очень много Сырую Она потом Будет гнить Изменили Конечно Постоянные Даже Дожди У нас Например Картошка Не растет Продукты Не растут Вот и все Куда Деваться Не знаем Мы сами Ни на что Не повлияло Просто Жалко Людей Которые Затопило Урожай Погиб Вот это Все Жалко Что делать Это Природа Такая Ничего не Поделаешь Так Не можем Поехать Ни на Речку Ни на Побережье На море Отдыхать Очень сильно Повеляли А то есть У вас планы были Да Конечно Конечно Были У вас Может Поменялись За дождей Да Что вот Именно Изменилось Ну Мы хотели На море Поехать И теперь Не можем Потому что Моря Затопило Хотел Из детьми На море Поехать Не получается Там Все Смыло Вода Везде Дожди Здесь И там В этом году Дожди Большие Урожай Например Картошка Она сгниет Земля Когда Много Воды Сгниет Урожая Нет Практически В этом году За дождей Планы Не изменились В принципе Можно всегда Подстроиться Под погоду И откорректировать Частично Свои планы Вот вообще Летом Планируешь Какое Ехать Нет Планирую Остаться В республике У нас Были довольно Большие планы На это Лето И За дождем Мы не можем Никуда Ни на пикники Никуда выходить Поэтому Как-то Не особо Это хорошо Потому что Дожди Так идут Действительно В последнее время Погода Нас Мягко говоря Не балует И Изменившиеся Погодные условия Несли свои Коррективы В плане того Чтобы Провести В дальнейшем Летнее время Отпуск Безусловно Перемены Кое-какие есть И если Например Я изначально Думал Может на море Поехать Куда-то Выехать далеко То Теперь Предпочитаю Либо В регионе Отдохнуть Максимум Может Если Куда-то Выех В соседний Регион А так Скажем На побережье Ехать Отдыхать Ввиду того Что происходит В последнее время Пока Таких планов У меня нет Нет Никуда Не хотел Поехать Все замечательно Все устраивает Наоборот Природа Обогащается И почвы Это нормально Я думаю На все Более Всевышнего Это не на наши капризы Это не на наши желания По народному календарю Сегодня день памяти Преподобной мученицы Евдокии Римляныни В этот день Люди собирают В лесах Ягоды Дикой малины Также Эту дату Считают Последним сроком Сбора урожая огурцов Считается Что после этого праздника Они плохо растут И горчат Собранный урожай Хозяйки Консервируют А на грядках Убирают ботву На полях Продолжается уборка сена Я рада была встретиться С нашими Телезрителями Желаю вам Всем добрых вестей Положительных эмоций В 14.30 Смотрите вместе С Аллой Динаевой Вести Хорошего дня До завтра На канале Россия 1 19 сентября Единый день голосования На всей территории России Будут проводиться Выборы депутатов Государственной Думы Также избиратели В 46 регионах страны Будут выбирать 9 глав регионов 39 законодательных органов Субъектов Будет проведено Более 4 тысяч выборов В органы местного самоуправления Голосуйте 17 18 и 19 сентября Выбираем вместе Субтитры создавал DimaTorzok